Я всех приветствую! Как вы знаете, я очень люблю всякие стендологические ништяки, стендологическое оборудование. И вот сегодня видео это не исключение. Я хочу вам рассказать о новой полимеризационной лампе от компании VRN. Я уже делал обзоры на данную продукцию в виде скалера, и вот сейчас наконец-то ко мне попала в руки вот эта лампа, о которой я хочу вам рассказать. Как вы знаете, до нее я пользовался лампой от компании VALA. Она меня полностью устраивает. Единственный недостаток этой лампы был в том, что она проводная. И этот провод постоянно мешался, он постоянно на него наезжал ассистентка, он где-то запутывался. В общем, не совсем было удобно, но лампа отработала 3,5 года, до сих пор она работает, и я ничего плохого про нее сказать не могу. Единственное, что плохое в этой лампе, это ее ценник. На данный момент от компании UltraDent вы ее можете купить, ну, где-то, наверное, в районе 100 тысяч рублей, что за полимеризационную лампу, мне кажется, ценник не совсем адекватный. Если мы говорим про цену вот этой лампы, то, зайдя на сайт Stomshop, вы можете видеть, что стоит она порядка 28 тысяч рублей. Отличие данной лампы VALA от данной лампы компании VRN, я думаю, я не технолог, я не могу сказать, какие отличия, но могу сказать точно, что здесь 4 диода, что здесь 4 диода. Но самый главный плюс для меня, это ее беспроводной форм-фактор. То есть нет вот этого провода, который постоянно вам будет мешать. Ну и плюс ко всему, очень богатая комплектация, опять же, я уже не раз говорил, и в прошлом видео говорилось, что компания VRN очень хорошая комплектация дает к своему оборудованию, и к скалеру, который я показывал, была богатая комплектация, и здесь, в данном случае, тоже это не исключение. Ну, во-первых, при открытии самой коробки, мы видим, здесь лежит сама лампа в таком целлофановом чехольчике, и плюс еще у нас вот в этой коробочке есть специальные для нее чехлы. Чехлы, которые, в принципе, есть и для лампы вала, но вот чехлы, вы можете увидеть, они, ну, сами понимаете, что он напоминает. Я не буду им пользоваться, проще, на самом деле, оборачивать лампу, пищевую пленку и менять после каждого пациента, что я, собственно говоря, и делал с лампой вала. Дальше у нас вот такое фальш-дно, мы его приподнимаем, здесь у нас инструкция, какие-то вот еще непонятные насадочки, я еще не разобрался, для чего они нужны, и сама комплектация. Что мы имеем? Ну, во-первых, это кабель для зарядки. Кабель для зарядки, причем он идет microUSB, поэтому, в принципе, даже если он сломается, вам не будет никаких проблем найти какой-то аналоговый кабель для того, чтобы заряжать эту лампу. Дальше у нас идет док-станция. Док-станция очень интересная. Во-первых, она идет на подставке, то есть, вот она отдельно, и вот на такой вот подставочке. Плюс ко всему, она индукционная, вам не нужен никакой провод для того, чтобы там лампу заряжать. Вам достаточно ее просто вот так вот поставить, и она будет у вас заряжаться. Плюс ко всему, здесь еще имеется фотометр, по-моему, он так называется, если я не ошибаюсь, который будет вам говорить, с какой мощностью сейчас эта лампа светит. Вот так вот, кстати, она выглядит. Вот такого цвета она у меня фиолетового. Я не знаю, фиолетовый это не фиолетовый, но, в общем, вот такого интересного цвета. Конечно, я бы хотел черную, но имеем, что имеем. Что у нас имеется в комплекте дальше? Щиток для ассистента, чтобы не выжгло глаза ассистенту. Есть у нас дополнительная насадка, которая является еще и карис-индикатором. То есть, поставив эту насадку, вы можете проверять наличие скрытых кариозных пластей на зубах, что очень-очень удобно. Я еще ей, если честно, не пользовался, но как дополнительная фишка, как дополнительная функция, это тоже очень полезная, очень классная фича данной лампы. И плюс у нас есть несколько вот таких интересных насадочек, которые очень тяжело достаются, и которые имеют несколько наконечников. Вот такие вот насадочки, которые имеют, сейчас мы сфокусируемся, которые имеют вот разные наконечники. Здесь вы видите такой вот в виде пуговки. И самое интересное, что все эти наконечники, они магнитные. То есть, вы можете просто вот так вот на лампу его надеть и использовать, допустим, при отсвечивании какой-то определенной точки, при поджатии матрицы или чем-то, чего-то еще. Ну, в общем, таких насадок 4 штуки, все они разные. И самая главная насадка, которую больше всего я ждал от этой лампы, это насадка для того, чтобы производить полимеризацию в корневом канале. Насадка эта выглядит вот таким вот образом. И мне вот ее на самом деле очень не хватало, потому что очень часто я ставлю стекловолоконные штифты. Использую я бонд, опдибонд FL. То есть, его нужно засвечивать отдельно. Он не двойного утверждения, не химическое утверждение. И обычно лампы вала, ей не хватало, мне кажется, иногда мощности для того, чтобы просветить вглубь корневого канала. А здесь вот такая вот насадочка есть. Вы можете спокойно засветить это все в самом корневом канале. То есть, вот так это выглядит, если мы включим саму лампу. Очень круто, очень удобно. Я думаю, это будет меня очень выручать в моменте, опять же, фиксации стекловолоконных штифтов. В принципе, по комплектации больше нет ничего, но даже вот это, я думаю, имея вот такую дополнительную насадку для индикации кариеса скрытого, это очень круто, очень здорово. Теперь по самой лампе. Сравнивать я ее буду, понятное дело, со своей лампой вала. Но они практически ничем не отличаются. Отличие какое? И самое хорошее для меня отличие вот этой лампы от лампы вала, это то, что кончик, сам вот этот светодиод, он поворачивается. Вы можете поставить, как вам удобнее, как вам угодно работать. То есть, здесь вам нужно крутить саму лампу, здесь вот этот наконечник вращается, плюс, как я говорил, он съемный. Его можно снять, поставить другую насадку для индикации скрытого кариеса. Это первый нюанс. Второй нюанс, конечно, по размеру. По размеру она чуть толще, из-за того, что здесь имеется встроенный аккумулятор. Но даже если мы возьмем лампу вала, которая беспроводная, она также намного здесь толще, намного больше. Поэтому в этом я не вижу никакой разницы. А так, по габаритам они абсолютно идентичны, абсолютно одинаковые по длине. Но отличие только в толщине данной лампы. Что здесь у нас имеется еще? Это аккумулятор. И аккумулятор, что мне нравится, он съемный. Он не встроен в сам корпус, он съемный. Вы можете спокойно, если у вас аккумулятор стал плохо работать, вы можете себе купить другой и поставить его сюда. Он будет у вас также работать, и вам не нужно будет менять всю лампу или весь корпус целиком. Теперь давайте пробежимся по самим режимам, какие есть в этой лампе. Пробежимся по режимам. Нижняя кнопка у нас выставляет таймер. Секунды, насколько вы можете отсвечивать данные лампы, сам композитный материал. Максимум это 40 секунд, и плюс вы можете 1, 2, 3, 4 или 5 секунд поставить. Дальше идет уже по нарастающему. Также эта кнопка, если удерживать, у нас меняется сам режим. То есть сейчас включился режим, который будет постепенно включать камеру на самую максимальную ее мощность. Второй режим у нас импульсный идет. То есть он сначала включает мощный режим, потом понижает. Видите? То есть он немножко вот так вот мигает, опять же, для более равномерной полимеризации. И третий режим это постоянный. То есть как вы включили, так он и будет у вас работать на одном и том же режиме. Но это на самом деле самый оптимальный и самый, я думаю, востребованный режим, которым вы будете пользоваться. Ну и еще может быть как раз вот тот режим, который идет по нарастающему. То есть вот этот, вы когда ее включили, она начинает с минимальной мощности и потом постепенно увеличивает свою мощность для того, чтобы снизить полимеризационный стресс самого композитного материала. Если мы говорим про насадку для выявления скрытого кариеса, вы можете увидеть, что она немножко отличается. То есть если у нас в обычной лампе, которую мы используем для полимеризации, вы можете увидеть там 4 светодиода, то в наконечнике, который используется для того, чтобы обнаружить скрытый процесс кариозный, там всего лишь один светодиод. Я сейчас поставлю на лампу, покажу, как это все выглядит в момент самого свечения. И вот если мы включаем процесс для выявления кариозного процесса, то он таким вот пятном светит одним. И я думаю, что он может как раз где-то визуализировать вот этот кариозный процесс. Но опять же, может быть, функция никому особо будет не нужна, но как дополнительная фишка очень удобно. Все это снимается очень легко, вы просто тянете от лампы на конечник и вставляете другой. Здесь все на магнитах, все удобно, все аккуратно, ничего у вас не болтается, то есть она очень плотная, ничего нигде не трясется, ничего нигде не гремит, то есть собрано очень хорошо. И вот мы светим, если обычной лампой, здесь вот можно увидеть как раз кучок от 4 светодиодов. Не знаю, как вам, но мне кажется, за свою цену в 29 тысяч рублей эта лампа просто более чем достойна. С учетом того, что в комплекте у нас имеется все необходимое. Это насадки для того, чтобы полимеризовать материал, допустим, в устье корневого канала, либо какие-то тоненькие насадочки, плюс еще головка, насадка с лампой для того, чтобы выявлять скрытые кариозные процессы. То есть за 28 тысяч рублей вы получаете реально очень хорошую функциональную машинку. Я знаю, что и для вала есть тоже какие-то определенные наконечники, насадки, которые позволяют кариозные процессы найти. Но, опять же, это стоит совсем других денег. А здесь за 29 тысяч, если можно еще надеть вот такой щиточек, вы получаете очень хорошую лампу, которую будет, я думаю, вам слышать очень долго и никаких проблем с ней знать не будете. Я знаю, что многие пользуются вообще китайскими лампами от компании Woodpecker, которые стоят по 5 тысяч рублей. И горе не знает. Но, опять же, если мы говорим про удобство работы, про качество работы, то, конечно, вот эта лампа будет намного лучше, чем лампа от компании Woodpecker, потому что, все-таки, опять же, много режимов. Это линза, это 4 светодиода, это еще дополнительная насадка для выявления скрытого кариозного процесса. Это сменные насадочки для того, чтобы делать какую-то точечную полимеризацию. Это беспроводная зарядка индукционная, которая, на самом деле, даже очень красивая. Я вам вот вставлю в видео, как она выглядит, как заряжается. Плюс в этой подставке есть еще встроенный фотометр, по-моему, он так называется, для того, чтобы вы могли поставить луч от лампы и посмотреть, на каком режиме сейчас у вас эта лампа работает. И если просто посмотреть, как стоит, лампа заряжается, это выглядит, на самом деле, очень красиво, очень здорово. Ну и по дизайну она ничуть не уступает от лампы, от компании VAL, поэтому держать в руках ее удобно и на столе лежит. Она выглядит красиво, симпатично. И даже когда ассистент у меня сегодня ее увидел, сказал, что цвет просто бомба, цвет просто классный. Ну, опять же, я сторонник того, что мне больше нравятся черные лампы. Я, конечно, хотел себе черную, но работаем с тем, что есть. И я все равно рад и счастлив, что у меня в руках появилась такая лампа. Наконец-то у меня не будет никаких проводов, но качество самой полимеризации, качество самой работы абсолютно не будет ухудшаться, потому что ничем не хуже по техническим характеристикам она от лампы компании VAL. Поэтому вот такой вот краткий беглый обзор, но я думаю, он многим очень будет интересен и нужен, потому что все хотят себе какое-то хорошее оборудование. Ну, вот купить, допустим, лампу ультрадендовского за 100-150 тысяч рублей, я думаю, сейчас это не совсем разумно, а вот у вас есть определенный аналог, который вы можете купить за разумные деньги и при этом повысить качество своих работ. Я, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и также хочу вам пожелать по традиции всем удачи и всем пока!